Девчоночки, дорогие мои зрители, всем огромный привет! Этот свой обзор я попытаюсь провести на трансляцию Самвела. Ребят, там столько много тем подымалось, я очень сомневаюсь, что я всё смогу обозрить в одном обзоре. Ну уж так получается, тавтология над тавтологией, да? Но и тем не менее, я пыталась выделить несколько тем, которые лично меня затронули, и уверена, вы мимо тоже пройти такого не можете, и вас это тоже беспокоит. Безусловно, те люди, которые посмотрели трансуха от начала и до конца. Первая тема. Самвел рассуждал по поводу семьи, ну и потом, как следствие, по поводу детей. Вопросов задавалось ему очень много, почему нет семьи, мы это уже тысячу раз с вами слышали, в комментариях читали, в открытых чатах, в трансухах, всё это было действительно так. И Самвел говорит, что просто не хочет никакую семью, потому что есть вот мамка, и говорит, я на это смотрю, и не дай бог мне вот такую жену, не дай бог, с вот этим вот жить, боже упаси, а наш мозг тебе весь вынесет, вышкребит чайной ложечкой, зачем мне это надо? Почему-то у Самвела стойкое убеждение, в голове рисуется только одна картинка, ты приходишь домой, а тут орущие дети, а тут эта жена неухоженная, в бегудях, в каком-то сраном халате, там стирка стирается, тут котлеты жарит, нафига, говорит Севка, мне это всё надо, я не хочу, я хочу жить, наслаждаться жизнью, получать удовольствие от жизни. Скажите и напишите, говорит Самвел, что я всё-таки прав, кто со мной согласен. И понеслись куколки писать, да, Сева, ты такой умный, ты прав на все сто процентов, правильно ты всё говоришь и рассуждаешь, молодец, рубишь правду матку, не боишься сказать, и Сева прямо вырос в собственных глазах. Вот я прав, я, я, я. Все за, а Баба Яга против, девчонки. А я так не считаю. И сейчас обосную вам свои мысли, свои утверждения. Очень коротко и считаю доступным языком, постараюсь доходчиво. Вроде бы как зерно правды в словах Самвела существует. Да, Самвел, ты имеешь полное право жить той жизнью, которой хочешь. И может быть, тебе так комфортней, удобней, интересней, никто тебя не замыкает, и мозг тебе никто не выносит, ты сам себе хозяин. Если колясико не считать, здесь маленькое лирическое отступление. Но, есть вот это огромное но. На данном промежутке времени, пока ты молодой, ты здоров, ты молод, тебе погулять, пообщаться. Какой большой мир, земной шарик, можно поездить. Да, сейчас тяжелые времена, военное время, все это понятно. И тем не менее, Самвел любит путешествовать. Конечно же, самому спокойней, свободней. И не надо ни на кого тратить деньги, как он говорит, да? Вот взвалил мужик на себя и тащит эту бабу с чужими детьми. И опять пример берет из собственной жизни с мамкой. Тут опять сделаю отступление, Самвел. У тебя вот такой пример в жизни. Алкаши, недостойные мужчины, абсолютно. Потому что нормальный мужик, конечно бы, не взял вот такую бабу с тремя детьми, да еще старше на сколько лет себя, да? Поэтому ты так и думаешь. У тебя не с чем сравнить. У тебя любая женщина, засранка в грязном халате, в бегудях с скворчащими котлетами. Ты по-другому почему-то не можешь себе представить хозяйку дома. Я могу сказать и возразить, Сева, тебе, что 80% женщин, будучи дома, в своей квартире, выглядят абсолютно по-другому. И ведут хозяйство по-другому. И дом у них опрятный, чистый. И все домочадцы накормлены. Но все это чистенько, культурненько. И все очень цивилизованно. А не так, как в сарае у твоей мамки в селе было. Но я же возвращаюсь, девочки, к нашим баранам, да? Вот пока ты молод, пока ты такой деловой, такой умный-то разумный. Но многие люди, Самвел, не просто умные, а еще мудрые. Мудрость, Самвел. Знаешь, в чем заключается в данном вопросе семьи и детей? Время пройдет. Жизнь быстротечна. Сегодня тебе 40, а тут ты проснулся, а тебе 55. А второй раз не успел оглянуться, а тебе 72. И ты одинок. А все те люди, твои знакомые, друзья, да, в таком же возрасте, пусть старость, пусть преклонная года, но этих людей будет окружать семья. Родные люди, дети, внуки, которые позаботятся о тебе, подадут вот этот вот стакан воды, и даже если тебе это не понадобится, а душевное тепло, а вот то сердечное отношение близких, родных, кровных людей, за которым ты ездишь к своей сестре Ирине, уж точно не пожрать вкусно ты к ней едешь, не правда ли, Самвелка? Я подозреваю совсем по другой причине. Как ты рад всегда ее видеть, как ты обнимаешь ее с болью, просто с трепетом таким, потому что твое родное. Как ты любишь девчонок, и ты сам признаешься, любишь Родика. А почему Самвел? Потому что это родное, родное. А у тебя не будет кому голову преклонить. Вопрос не про сегодняшний день. Повторяюсь, ребят. Пока ты молод, все окей. Но годы, годы, годы бегут, свистят, как пули у виска. Помнишь? Про детей, девчонки, была затронута тема. Терпеть не могу, сказал Самвел, чужих детей, тем более орущих, начинает перекривлять. А вот люблю только одного Родика. Ну, вот так. Знаешь почему? Секрет тебе откроют? Да нет. Все мои зрители, зрительницы, женщины, которые сейчас меня слушают, это хорошо знают. И чувствуют. Потому что Родик твой родной, поэтому ты его любишь. А если бы у тебя был твой родной, именно твой ребенок, это был смыслом твоей жизни. Смысл жизни то, ради чего ты живешь, ради чего ты зарабатываешь эти деньги, встаешь утром, ради него единственного. Какой смысл жизни сейчас у тебя? Ну, в чем он состоит, этот смысл? Погулять, встретиться, сходить в кафе. Ну, помогаешь ты, ЗСО, за что огромное тебе спасибо. Мамку как-то держишь на плаву. С колясиком там трешься. Юля, Маринка, Начка. Все это актеры твоего спектакля, где ты успешный режиссер. Но ведь не думаешь ли ты, что это главное в твоей жизни? В чем? Кто мне из зрителей может объяснить? Смысл жизни? Сам был. Девочки, это тот вопрос, на который я лично не могу вам ответить, потому что я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Признаюсь вам честно, у меня также нет огромной, такой пылающей прям любви к чужим детям. Это правда. Мне очень нравятся все детки, ну, на расстоянии вытянутой руки, потому что это чужие дети. Они все замечательные, очень интересные, за ними классно наблюдать, но это чужие дети. И нет, Севка, ничего дороже, когда к тебе тянется маленькая ручка, и когда тебе говорят папа, мама, баба, и когда эти ручки утром обнимают тебя за шею, когда маленькая головочка прислоняется к твоему плечу, ты же не знаешь всех этих чувств, ты их не испытал. Как ты можешь судить про детей? Очень жаль. Я такая же, как и все зрители, одна из них. И мне очень жаль, что у тебя нет семьи, что у тебя нет детей, потому что, как мне кажется, это время наступит позже, значительно позже, когда к тебе придет понимание, что ты одинок. И племянники не дадут тебе той заботы и любви, которая тебе будет нужна в преклонном возрасте. Грустно немножко. Но это право каждого человека. Каждый человек делает свой выбор. Были еще рассуждения, два слова скажу про гульназ. Севка сказал, что смотрю на гульназ, какая она стала зачуханная, несчастная, а все потому, что муж у нее пэдик, пэдиколон. И сейчас я цитирую Самвела. Я не придумала все эти клички сама. Все те комментаторши, которые ко мне обращаются, задают мне вопрос, какой я имею право так оскорблять Эдичку. Я не оскорбляю. Я повторяю за родным братом, за Самвелом Адамяном. Это все вопросы к Севке, не ко мне. Так вот, Самвел рассуждал, вот если бы ей попался другой муж, как бы ее нарядить, да, в салоны красоты, да какая бы она была ухоженная, как бы ее научить манерам, поведению, правильному в обществе. Вот в клуб вошла в какой-то вот, где-то на отдыхе, вот в каком-то вечернем платье. Я, кстати, себе так живенько нарисовала картину и представила себе девочке Гульнас в вечернем платье с какой-то прической. Она бы была шикарная. Именно Гульнас. Немного похудеть, это правда. Но она бы была шикарная. Самвел делает ударение на то, что всему виной Эдик. Соглашусь частично. Но давайте вернемся к истокам. Все, ты не понимаешь одного. Вся правда и причина кроется в самой Гульнас. Это ее уровень, это ее развитие, это ее образование, это ее восприятие мира и это ее выбор. Ваш Пэдечка. Вот на той ступеньке развития, на которой находится Гульнас, вот с этой позиции она и сделала свой выбор. Никого бы лучше, умнее она бы не смогла выбрать. У нее бы ничего не получилось и на нее, из того общества, на которое ты намекаешь, Самвел, на нее бы никто даже не оглянулся. Нужно себя подтянуть до правильного уровня, чтобы правильные мужчины на тебя обращали свое внимание, обращали свои взоры. А так, все, я считаю, вся причина в самой Гульнас. Как у нас там в Украине пословица звучит? Я кае шло такое сдыбало? Это про Гульнас и Пэдечку. Друг друга стоят. Абсолютно равноценные. Мир, дружба, жвачка. Ребят, что мы можем про них сказать? Девочки, есть еще темы, но время поджимает и я ставлю точку. До скорых встреч.